Здравствуйте! В студии Наталья Волод. В ближайшее время я расскажу вам о главных событиях этой недели. День ракетных войск и артиллерии В торжественном мероприятии приняли ветераны, воины, артиллеристы, представители 30-й отдельной железнодорожной бригады, представители Слудского военкомата, учащиеся Минского областного кадетского училища, члены Слудской районной организации Белорусского союза офицеров имени маршала Жукова. Это профессия одна из самых героических, самых, будем говорить, таких мужественных профессий в вооруженных силах. Поэтому сегодня вот это вот мы тут собрались для того, чтобы поздравить всех артиллеристов всех поколений, которые когда-то служили и в Советском Союзе, и в Республике Беларусь, остались тут жить. Ну и тех, которые сегодня служат с этим легендарным военным героическим праздником – Днем ракетных войск и артиллерии. Организаторами мероприятия выступила Слудская районная организация Белорусского союза офицеров имени маршала Жукова. На протяжении уже длительного времени, после того, как сократилась часть эта, мы праздник День ракетных войск и артиллерии отмечаем каждый год вот в этом вот музее, когда-то прославленного соединения 29-й танковой дивизии. Анатолий Борисович Попов, заместитель председателя Слудской районной организации, вместе с подполковником Сергеем Федоровичем Штехно, работником Слудского района военного комиссариата, вручили в дар музею в лице его директора Анатолия Ивановича Букина макет 152-мм самоходной гавбицы. С Днем ракетных войск и артиллерии ветеранов вооруженных сил поздравили участники мероприятия и приглашенные гости. Хочется поздравить всех артиллеристов, тех, которые проходили службу в артиллерийских частях с праздником, с Днем ракетных войск и артиллерии, пожелать им успехов во всем, успехов в труде и хорошего настроения. Екатерина Никитина, Игорь Стрижкин, Слудск ТВ. Слудский центр туризма отметил свой 30-летний юбилей. В этот день праздничный концерт собрал его работников и учеников, чтобы вспомнить лучшие моменты, смешные истории и набраться положительных эмоций для освоения новых горизонтов. Подробности в следующем сюжете. Бывших туристов не бывает. Тот, кто хоть раз прошел десяток километров с рюкзаками и палатками, навсегда останется верен этому занятию. Именно такие любители путешествий и собрались в средней школе номер 8, чтобы отпраздновать 30-летие Слудского центра туризма. Слудский центр туризма впервые собрал юных путешественников в январе 1987 года. И с тех пор он с каждым годом принимает в свою дружную семью все больше ребят, чтобы покорять новые вершины и следовать неизведанные маршруты. Первым директором городской базы юных туристов был Сергей Юрьевич Жартун. И уже через месяц после основания случайно впервые приняли участие в областных соревнованиях по зимнему ориентированию, где заняли четвертое место. Но на этом они не остановились и за следующие 30 лет команда центра туризма лишь улучшала свои навыки. И ребята все чаще стали подниматься на высшую ступеньку пьедестала. И наш маленький вот такой живучий плод за прошедшие годы превратился, если не в океанский лайнер. Но вполне себе радежный, я бы даже сказал, вид мне такой корабль. И как говорит небезызвестный всем вам, капитан Барунгель, как назовешь корабль, так и поплывет он. И сегодня мы уверены, что с именем нашего корабля было угадано. Как оказалось, юбилей в этот день был двойным. Вот уже в течение 15 лет у руля судна стоит один и тот же капитан, Владимир Андреевич Поздерин. Такие знаменательные даты не смогли пропустить ни высокопоставленные гости, ни многочисленные друзья, ни выпускники центра. Поздравления звучали отовсюду, да и подарки преподносили полезные, которые помогут добиться еще больших результатов. В этот день в зале царила дружеская, можно даже сказать, семейная атмосфера. Вспоминали прошлое, строили планы на будущее, награждали отличившихся и пели любимые песни. Воспитанники центра также подготовили подарок своим педагогам и зрителям в виде зажигательных песен и танцев. А флешмоб Акуна Матата еще больше сплотил весь зал. Центр туризма очень сильно поменял мою жизнь. Я даже так скажу, жизнь. Потому что без центра туризма, наверное, я бы не была сейчас такой, какая я есть. Потому что воспитание какое-то, это очень полезно. Помимо того, что ты спортивно развиваешься, ты морально, духовно развиваешься. Я хочу поздравить и сказать, что побольше бы детей вам, просто побольше детей. Вы меняете детей в лучшую сторону, и это круто. Желаю всего самого хорошего, процветания. Оставаться вообще такими же интересными, такое все развивать, ну все дальше и дальше. Знаете, туризм, он дает всестороннее развитие человеку. Тут и нагрузки, и когда вроде как бежишь, где-то поднимаешься на гору, и погодные условия различные. Все это, в общем-то, постепенно закаляет человек. Поздравляю всех, кто был, так сказать, в первой упряжке, кто начинал это все, с кого это все начиналось. Мы их всех помним, даже тех, которых нет с нами. Ушли хорошие люди, которые много сделали для центра туризма, для туризма в Слудском районе, для развития. Всех с праздником, всем удач, успехов и хороших друзей, легких рюкзаков. Добро через танец. 2 декабря в городском Доме культуры пройдет благотворительный мастер-класс по современной эстрадной хореографии. Рядом с нами живут люди, которые нуждаются в человеческой поддержке и помощи. И такую помощь им оказывают неравнодушные люди. Гимназия номер один совместно с хореографом Алексеем Мазанником при поддержке Красного Креста организовывает бесплатный благотворительный мастер-класс по современной хореографии в помощь Вероники Шиболович. О предстоящем мероприятии мы спросили у организаторов. Всем известно, что 2017 год является юбилейным для нашего учреждения и наполнен яркими событиями. И одно из них это мастер-класс, который будет проводить выпускник гимназии Алексей Мазанник. Это мастер-класс по современной хореографии. И мы решили его объединить с таким большим добрым делом, а именно благотворительной акцией в помощь Вероники Шиболович. Бесплатный мастер-класс по современной эстрадной хореографии обещают быть увлекательным. Принять участие в нем приглашаются педагоги и учащиеся старших классов школ города и района. Городского дома культуры, Центра детского творчества, Молодежного городского центра и Городской дом культуры молодежи. В рамках этого эксперимента, так называемого мастер-класса, мы хотели бы провести еще одну хорошую акцию по традиции. Помочь Веронике Шиболович все, чем сможем. Даже своим настроением позитивным. Стиль, который мы будем давать, сейчас называется коммершал. То есть это то, что можно увидеть чаще всего по телевизору у звезд эстрады нашей, заграничной. Смесь разных современных стилей. Благотворительный мастер-класс, приуроченный 400-летию старейшей школы Беларуси и благотворительная акция Красного Креста состоится 2 декабря в городском доме культуры. Екатерина Никитина, Игорь Стрежкин, Слудск ТВ. На трассе Минск-Микошевич и в районе деревни Кухты произошло ДТП. Около 9 часов утра фура МАЗ столкнулась с грузовиком, перевозившим стройматериалы. Оба автомобиля выбросила на обочину. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники госавтоинспекции, которые быстро разрешили сложившуюся ситуацию. Заторов на дороге не было. Сделать для детей уроки физкультуры интересными и живыми – именно так звучит одна из главных целей семинара-практикума, который составлен по программе Международной ассоциации Легкоатлетической Федерации. Часовой тренинг для детей прошел во вторник в школе номер 13. Подробности в нашем репортаже. Разминка с бронзовым призером чемпионата Европы в тройном прыжке Алексеем Цапиком. Согласитесь, неплохое начало соревнований, которое мотивировало ребят показать хорошие результаты. Опытный спортсмен признается, в его детстве подобного практически не было, поэтому считает, что такое событие обязательно вдохновит ребят. Меня бы очень сильно мотивировало это на давнейшем занятии спортом. Нужно вовлекать детей с раннего детства, со школьных лет в такие вот спортландии. Ребята очень хорошо, очень вовлечены в это. И есть, да, есть некоторые дети, очень однородные, и можно из этого брать что-то в будущее. В целом семинар включал в себя две части. Теоретическую – учителям во время лекции подробно рассказали о перспективной легкоатлетической программе. И практическую – показательные соревнования учеников 13-й школы. Проще говоря, развлечение для детей, мастер-класс и ценный опыт для их преподавателей. Как отмечают сами организаторы, важно сделать так, чтобы уроки физкультуры и скучной сдачи нормативов превратились в спортивно-развлекательные состязания. Это в первую очередь семинар, семинар-практикум. Он направлен на то, чтобы показать эту программу для не только детям, это само собой, но в том, чтобы обучились и учителя физкультуры. Чтобы они могли применять это на уроках физической культуры, на учебно-тренировочных занятиях. Ведь привлечь ребенка – одно дело, чтобы он остался еще. Вот это важно. Важно то, как будет себя тренер вести на учебно-тренировочных занятиях. Ведь, понимаете, можно так называемую провести бразильскую систему. То есть ребенка нагрузить на первой тренировке, он больше не придет. А можно показать ему привлекательность того, что это будут сделать. Дети соревновались сразу в нескольких зонах. Метание копья, полоса препятствий, прыжки на скакалке. 60 ребят одновременно справлялись с упражнениями и легко умещались в спортивном зале, не мешая друг другу. Удобная система для преподавателей, увлекательная для маленьких спортсменов. Программа рассчитана для детей 7-12 лет. Это то бишь начальная школа, в которой дети могут себя проявить наиболее лучшим способом. То есть мир меняется, мир не стоит на месте. Поэтому и нам необходимо менять все подходы и к урокам физической культуры, и к учебно-тренировочным занятиям. Для того, чтобы сделать это наиболее интересным и привлекательным для детей. Дети в этом возрасте, в раннем школьном возрасте, дети любят играть. Им скучно бегать с кросса, им скучно бегать, скажем, какие-то короткие дистанции, одиночка. Они хотят работать в команде. И, соответственно, детская лёгкоатлетика предлагает такую форму проведения и соревнований, и также и уроков физической культуры. Для меня важная цель, понимаете, это когда ученик, когда уходит из зала спортивного, после урока физической культуры, подходит к учителю и спросит, когда следующий урок. Если это будет достигнута этой цели, это будет считать, что мы чего-то достигли и в этой жизни. Организаторы хотели отметить важность участия каждого из ребят, поэтому все дети получили не только заряд положительных эмоций, но и памятные именные дипломы. Мне понравилось на лесенке бегать, понравилось длину прыжки и через барьеры, и кидать, и прыжки по скакалке. Очень хорошо, и как бы эмоции взлетают, и очень прикольно было. Я хочу, чтобы это чаще делали. Я сначала боялась, и теперь мне все очень понравилось. И у нас команда была очень дружная, и мы во всех верили. Александр Моцирук, Игорь Стрижкин, Слудк ТВ. Наш эфир продолжит еженедельная спортивная рубрика «Футбольный обзор». Стадион городской. Матч Слуцк-Витебск. Не только последняя домашняя игра для сахарных в этом сезоне, но и противостояние с прямым конкурентом за итоговое седьмое место в таблице. Уже на девятой минуте нападающий Витебска Кирилл Вергейчик открыл счет. Быстрые пропущенные голы – одна из главных проблем Слуцка на финише сезона. Игроки Виталия Павлова пропускали в стартовые 15 минут в трех из пяти последних матчах. Следующие полчаса встречи оказались пустыми на опасные моменты, а уже на 37-й минуте бразилец Лидесмо забил второй гол Витеблян и окончательно вогнал публику городского в осеннюю депрессию. Правда, таблеткой от печали для слуцких болельщиков стала ошибка центрального защитника гостей Олега Карамушки, которая в концовке первого тайма вывела Евгения Шикавку один на один с голкипером и подарила Слуцку хотя бы отблеск надежды на ничью. Настораживало только, что по точно такому же сценарию развивались события в недавнем домашнем поединке против Ислачи. Опасения оказались небеспочвенные. История повторилась практически один в один. Слуцк во втором тайме также пытался отыграться, но вместо этого пропустил третий. Антон Матвеенко отличился на 60-й минуте. Случайно настойчиво напрягали соперника на протяжении оставшегося времени, но это самое напряжение эволюционировало в гол Игоря Бабко лишь на 83-й минуте. Слишком поздно, чтобы вырвать хотя бы одну очко. После того, как Сахарники потеряли ненадолго подаренные им три балла по делу Веремко и теперь еще проиграли Витебску, они опустились на восьмое место. В верхней части таблицы все еще очень жарко. Впервые в истории чемпионата Беларуси сразу три команды претендуют на первое место перед заключительным туром сезона. Хотя есть один нюанс. В матче с Городеей Борисовский Бате устроит даже ничья, чтобы положить в свой карман 12-е подряд чемпионства в высшей лиге. Также трио команд сразится за четвертую позицию. Еще три клуба определят между собой, кто вместе с Нафтаном начнет следующий сезон в первой лиге. Это все новости на сегодня. Следите за новостями в наших социальных сетях ВКонтакте и Ютьюбе. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и предлагайте свои интересные темы. Журналисты нашего канала готовы разобраться в вашем вопросе.